А вы знаете, что человек мало чем отличается от компьютера? По крайней мере, архитектурно. Вообще, когда люди изобрели компьютер и начали создавать все эти науки, информатика и так далее, они увидели, что они вообще-то создали компьютер по своему образу и подобию. То есть люди, создавая компьютер, решали те же инженерные задачи, которые решала природа, когда создавала человеческий разум, грубо говоря. И, собственно, много общего. И то, и другое, это фактически информационная система, да и фактически работает на электричестве нейроны. В мозгу это проводочки, под ним идет электрический ток. И у компьютера есть там постоянно оперативная память. И у человека есть активная пассивная память. И там какие-то входные данные по каким-то алгоритмам превращаются в какие-то выходные данные. И тут. А значит, человека можно исследовать как информационную систему. Собственно, современная психология, так называемая когнитивная психология, она как раз этим и занимается. Рассматривая человека как информационную систему исследует, по каким алгоритмам человек обрабатывает информацию. А есть еще когнитивная психотерапия, которая изучает, как эти алгоритмы можно менять. И какие ошибки возникают в этих алгоритмах. То есть, вот, наберите в гугле список когнитивных искажений. Увидите статью википедии, такой длиннющий, такой длиннющий список этих самых когнитивных искажений. Это типичные ошибки мышления. Почитайте, узнаете себя. Или, кстати, есть вот это выражение когнитивный диссонанс, оно тоже оттуда. То есть, что такое когнитивный диссонанс? Когнитивный диссонанс это когда входящая информация противоречит внутренней. И человек, если не желает изменить внутреннюю, изменить свои ошибочные убеждения, он входит во фрустрацию. Ну, то есть, ему это сильно не нравится. Он пытается как-то сделать вид, что входящая информация из окружающего мира, она ошибочная. Реальность неверна. Верно то, что ты думаешь. Даже если ты думаешь неправильно. Вот это тоже в себе полезно отлавливать и менять. Спасибо.